Целью форума является прямой открытый диалог, для того, чтобы мы понимали запрос в отрасли, для того, чтобы мы понимали, куда ребята думают развиваться в дальнейшем, поскольку через 5-10 лет это будет основной костяк здравоохранения Алтайского края. А будет ли? В зале 330 человек из городов и районов края, но проблемы у всех похожи. Заработные платы – это и, в принципе, переманивание молодых специалистов, в бюджетной организации и в небюджетной организации. Но я думаю, что все-таки на настоящий момент актуальной проблемой все-таки является передача опыта. Не хватает совета, совета более старших сотрудников, которые могли бы наставить на путь истинный. Вторит инфекционисту и врач бийской стоматологии. В профессии она уже порядка 7 лет, но, как и Виталию, в свое время не хватало наставников, поддерживающих и помогающих. Были и другие проблемы. Если брать совсем юного доктора, то он сталкивается с очень большой нагрузкой пациентов. То есть он принимает не только на свою ставку, которая ему положена, но и сверх нее. И не всегда справляется. Происходит эмоциональное выгорание и профессиональное тоже. Всем этим делились и с коллегами, и с министром здравоохранения. Кстати, общение продолжится. Сегодня был избран совет молодых врачей в составе 20 человек. На регулярной основе будут проходить заседания советов, которым будет предлагаться, скорее всего, решение каких-то проблем. И я думаю, что дальнейшее будет действие. Это все-таки представление этих проблем с путями решения уже непосредственно руководству Министерства здравоохранения Алтайского края. В числе насочных проблем региона, которые предстоит решать совместно, кадровый дефицит, заработные платы молодых врачей, проблема социального найма жилья, получение компенсации за съемное жилье и другие. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.